пышные проводы команданта уго чавеса окончательно превратили почившего президента венесуэлы в настоящую революционную икону а иконы такого рода как показывает опыт легче создать чем потом от них избавиться между тем икона чавес крайне необходим сейчас его преемнику так как именно на образе ушедшего венесуэльского команданта строит свою легитимность временный президент страны николас мадуро чавес кстати мумии не станет после долгих споров венесуэльские власти решили не бальзамировать его тело и не превращать покойника во второго ленина или мао дзе дуна однако его наследники уже превратили себя в политических полу богов венесуэлы о предстоящих выборах и жесткой борьбе за власть в пост революционной боливарианской республики материале евгений эрлиха так в последний путь провожают только вождей или диктаторов что в истории часто совпадает миллионы людей с одним на всех выражением горя такую массовку нельзя организовать приказом сверху смерть превратила уго чавеса настоящую революционную икону тело команданта будет забальзамирована так же как были забальзамированы тела других великих революционеров ленина хашимина и мао дзе дуна об этом громко заявил вице-президент венесуэлы николас мадуро свою клятву верности идеалом боливарской революции он произнес над гробом вождя чавеса сцена прощания с точки зрения драматического искусства была выстроена идеально верный сын своего народа прощается с отцом нации теперь нация точно знает кто их защитит от империалистов предвыборная кампания началась у команданта чавеса был самый мощный внутренний щит который только может быть у человека чистота и любовь он был истинным сыном иисуса христа у него была кристально честная душа он был выше несправедливости и лжи и мы сохраним верность его идеалам команданты твои враги не смогли победить тебя и нас им тоже не сломить пламенный революционер николас мадуро совсем недавно был одним из многих чиновников в правительстве чавеса в тени команданте бывший водитель автобуса без какого-либо образования постепенно тихо особо не выделяясь сделал блестящую политическую карьеру правда блестяще она стала лишь с благословения вождя когда тяжело больной как теперь выясняется президент неожиданно обратился к нации и назвал своего преемника для меня картина абсолютно ясна также ясна как для вас когда вы смотрите на небо в период полнолуния и видите там луну для меня абсолютно ясно что в случае передачи власти и назначения новых выборов вы должны проголосовать за николасом мадуро он должен стать следующим президентом боливарианской республики венесуэла я прошу вас об этом от всего своего сердца во время выступления чавеса преемник сидел по левую руку от него именно николас мадуро руководил правительством в последние месяцы когда президент лечился именно он сообщил по государственному телевидению о смерти команданта и не случайно что именно он возложил на себя временные полномочия главы государства хотя по конституции венесуэлы этот пост должен был занять спитер парламента председатель национальной ассамблеи свою присягу мадуро как раз и произнес парламенте депутат от партии власти отмолчались оппозиция церемонию бойкотировала считая ее противозаконной но армия нового лидера поддержала в этот критический для страны момент говорят миллионы сторонников чавеса необходимо сплотиться вокруг партии вокруг мадуро теперь я президент потому что так говорит конституция но самое важное потому что этого хотел чавес я буду баллотироваться на выборах и я намерен победить и стать главой республики и главнокомандующим вооруженных сил так говорил чавес и так оно будет но мне нужна ваша поддержка мне нужна поддержка всех революционных сил и всех благородных людей в этой стране внеочередные президентские выборы назначены на 14 апреля у оппозиции ровно месяц чтобы объяснить народу что их кумир уго чавес совершил ошибку объявив преемником николаса мадуро что преемник лжец ты николас я знаю смотришь на меня сейчас тебе удается изображать хорошего парня перед телекамерами ты внушал миллионам людей надежду зная что чавес уже был мертв на политическую борьбу с чавистами объединенная позиция венесуэла опять отправила энрике капрелеса того самого кто полгода назад в октябре 2012 на президентских выборах чуть не победил сесильного уго чавеса по сути страна по настоящему раскололась на два непримиримых лагеря считается что за чавеса проголосовали рабочие беднота и армия за капрелеса интеллигенция средний класс и бизнесмены не случайно во время предвыборной гонки социалист чавес называл демократа капрелеса агентом американского империализма лидер оппозиции богат образован интеллектуал самый молодой в истории венесуэла депутат национального собрания губернатор успешного штата миранда не понимает куда уходит сотни миллионов миллиарды долларов от продажи нефти по запасам углеводородов венесуэла одна из богатейших стран на земле но половина венесуэльцев живет за чертой бедности а каракас столица это по-прежнему бетонные трущобы безнадега и уличные преступные группировки каракас в первой пятерке самых криминальных городов мира со смертью чавеса у страны появился шанс изменить свою историю аналитики надеются что она не изменится в результате гражданской войны хотя словесное противостояние идет на уровне полноценных батальных сражений я хочу обратиться к нашему народу и сказать что с божьей помощью в которую я искренне верю я буду бороться с тобой николас легкой жизни от меня не жди тебе придется воевать со мной за голоса избирателей я буду драться за каждый их голос я буду бороться чего бы мне это не стоило потому что это моя родина здесь мое сердце нас патриотов миллионы ты еще предстанешь перед законом я уверен так оно и будет за страшные обвинения против истории против священной и чистой памяти уга чавеса и его семьи наших войск и нашего народа ты предстанешь перед законом и потом не говори что это политическое преследование ты сделал самую большую ошибку в своей жизни и это не угроза на вопрос кто кого должны ответить 19 миллионов венесуэльцев обладающих правом выбора это противостояние не просто между двумя экономическими и политическими моделями развития страны но и между двумя культурами революционер николас мадуро выходец из народа он еще и католик и глава семейства христианские ценности в латинской америки большой политический капитал ему противостоит это кибаловень маменькин сынок человек из богатой еврейской семьи к тому же холостой и о мама миа нетрадиционной сексуальной ориентации проще говоря гей избирателям есть о чем подумать мадуро человек который понимает что нужно бедным он знает проблемы своего народа чавис доверял ему я ему тоже доверяю нам предстоит решить кто будет следующим президентом венесуэлы и скажу вам что кроме мадуро есть еще и другие достойные кандидаты решение забальзамировать тело чависа электората венесуэльских революционеров должно понравиться чем чавис хуже ленина тем возражает другая венесуэла что культы личности в современной истории ведет к развалу страны одного бальзамированного покойника уже вынесли из мавзолея нет смысла повторять исторические ошибки евгения и ролик специально для программы мировой порядок